Первое, что бы хотелось бы обсудить, это то, что казахстанский режиссер Айсултан Сиитов, который раньше работал со Скриптонитом, Тифестом, ну, разными чуваками из СНГ, крутыми. В том числе, да. Он перебрался на Запад и снял, получается, клип сначала 21 Savage'а с Джей Коулом на Элат, и потом офсету на Red Room. Вы видели эти клипы? — Да, а я и нет. — Что думаешь, ты не видел? Вообще никто не другой? — Нет, я только треки слышал. — Не слышал про то, что вот типа чувак? — Ну да, я с ним читал у вас в паблике. — Это, по-моему, вообще на моей памяти первый такой случай, да, чтобы... — Этот Шулер. — А, ну, Базару ноль. Но это такое, мне кажется, более всё-таки был чувак... — Более в киношную сторону. — Да, есть возможности. — Айсултан мега крутой чел, я с ним знаком лично. Вообще мы даже с ним обсуждали ещё Chainsaw, когда просто был только трек, и мы думали, как его экранизировать и с кем. И я типа видел с Айсултаном, общались об этом, но почему-то... — Не срослось. — Да, не срослись. — Ну не, ну вот я считаю, что оба клипа очень крутые, и круто, что он начал двигаться вообще в ту сторону. Мне интересно, на самом деле, как это произошло. Типа, чуваки, ты думаешь, увидели? Просто его клипы, которые он снимал для русских, и позвали, или же это как-то похитрее? — Да нет, мне кажется, есть какой-то продакшн, который занимается подборкой каких-то режиков. Ну и Айсултан себе, мне кажется, уже так сделал имя для того, чтобы шагнуть туда. — Может, знакомства какие-то есть за рубежом. — Ну да, но мне кажется, сейчас по накатанной пойдёт. Если вот уже снял до таких артистов, то дальше пойдёт по накатанной. — Да-да, но вот типа у Savage, ну типа мне зашёл клип о Као Оффсета, я ничего нового не увидел. — Ну вот Шантасик, кстати. — Даже вот эта вот идея с переходной камерой, но это уже... — Но у Savage крутой клип, особенно вот эти моменты, где люди сидят за столом и показывают их прошлое. Вот это очень круто. — Почему видео Нина удалили с канала Dead Dynasty? — Во-первых, его не удалили, его скрыли. И хорошо, что я, ну типа никак не кипишнул по этому поводу. Но Базара ноль, типа так тоже, ну можно понять, в принципе, по логике вещей. Мы, ну вернее, я вот там уже не состою. Зачем пацанам ну держать? — Но с другой стороны, тебе пришлось перезаливать клип? — Да, я скачал его из ВК и завел к себе, но проебалось качество. И в принципе эту тему мы... эту тему мы на самом деле, ну я типа обсудил с ДД, и мы видос переносим. Ну типа с их канала. — И просмотры все... — Не, просмотры не останутся. — Не останутся? — Ну типа русские челы говорили останутся, типа челы из Абугра говорят не останутся. Ну когда будет и так далее. — Мне было обидно. — За что? — Ну вот когда это произошло, резко же, я так понимаю, это произошло просто. — Не обиду я чувствовал в этот момент точно. — Понял. — Мне вообще как-то пофиг было. Типа я даже узнал об этом через несколько дней, то что меня отмечают в истории типа, а где клип? Я такой, а где клип? Я захожу на YouTube, а у меня нету клипа, я думаю, ну... — Ну, много кипишну, ужасно. Типа ебать, интервью там вся хуйня. — А он в интервью это сказал или что? — Ну он из-за флора ждал интервью, поэтому... — А, и он сказал про Нину точно там. — Ну не знаю, про Нину. — Ну да, там про клипы про его, да, и там в комментах начали писать, что типа, Нину тоже удалили, типа, что за хуйня? — Я понял. — Нина умерла. — Rest in peace. — Так или иначе, ну типа ваша музыка ассоциировалась раньше и ассоциируется с такими поджанрами, как фонг, мемфис, вот всё вот это, да, там... — Cloud True. — Ну да, и понакатанный, короче. — Как вы считаете, актуально ли подробное подразделение вот сейчас в нашем 2019 году? И стоит ли молодым артистам, короче, опираться на эти поджанры или же это уже всё, это типа неактуально максимально? Потому что раньше, мне кажется, больше загоняли в такие рамки. — Мне кажется, вообще вешать ярлыки — это очень глупо, потому что всё очень размыто, типа... — Жанр для пидоров. Хорошая музыка для людей. — Пазар, но при этом вы не питаетесь какой-то любви вот конкретно к этим поджанрам, ну к фонгу. — Да, это нам просто близко, мне кажется. Это отражает наш внутренний мир. — Но себя вы не ограничиваете. — Что-то, типа, здесь какую-то активность имеешь в одном поджанре, какую-то в другом, типа, и... Зачем зацепливаться? — Наоборот прикольно как-то, типа, ударять жанры лбами, и чтобы летели искры какие-нибудь пиздаты. — И 2-0. — Давид, ты не так часто записываешь треки с посторонними какими-то артистами, но при этом... — С посторонними. — С потусторонними, да, с другими артистами. — Но при этом ты записал «Коллабс обладает». — Записал «Коллаб». — Можешь рассказать о том, как вообще вы познакомились, как вообще вы пришли к тому, чтобы записать Бэйна, как это всё дошло до клипа? — Слушай, да... Я даже сам себе задавал этот вопрос. Я понял такую вещь, что для меня, чтобы работать с человеком, записать с ним какое-то музло, мне важно быть с ним лично знакомым. То есть именно знать, типа, что он ровный чел... Про ТК что-то нет. — Нет, это отбросим. Ну вот, и так совпало, он пригнал на наш концерт, что-то там, ну, мы более-менее начали общаться. И всё пришло к тому, что, типа, просто он мне скинул прикольный бетос Фроузенов. Я на него сразу же что-то накидал, и в принципе, да, это дерьмо должно было жить. — Клип тоже охуенный, и я удивился, когда я увидел тебя, типа, в роли Бэйна. — Да, ты прям... — Ну там как? Не было такого, знаешь, конкретно Бэйна. Это скорее были такие образы какие-то ассоциативные. — Типа Ганнибал Лейк. — А ты вообще читаешь комиксы? Типа, ну или был ли когда-то... — Конечно, ты чё, я вообще попиздушать не очень любил комиксы, но комиксы про Бэйна мне вообще в руки не попадали. — Вот можете... — В Нижевартовске был только «Ебучий человек-паук» и... — Ты упомянул это, поэтому теперь нам это не избежать. Это история коллаборации No Small Craft с 6ix9ine. Мне очень интересно, когда она, короче, была записана, как вообще это произошло, и придало ли это тебе популярность на каком-то этапе? Вот типа, когда 6ix9ine выстрелил, начали ли... Заметил ли ты такое, что, возможно, типа, знаешь, от этого фита пришла какая-то, возможно, аудитория? — Ну вот, касаемо вот этого, нет, стопудово. То есть этот фит я... мы записали, вообще, когда он никому нахуй не нужен был. — Нет, помню. — У него типа там сколько... мы выступали даже вместе в Москве, там был чё-то человек, блядь... Ну не знаю, максимум типа 300-250. И... Типа, я просто пытался его довести до ума, этот трек, как-то его свести, но... типа, у нас не было бита, он, я не знаю вообще, где этот бит взял. То есть он мне прислал демку, я ему просто респектанул в директе, он мне типа, давай типа, закалабим. — А, да ладно. — Да, и мы даже клип хотели снимать, но потом я типа, в один момент такой, воу-воу-воу... Да и даже, ну типа, чуваки с династии меня почему-то стопорили, типа, бля, вот даже типа, похуй, чё, факты. Фары базарил, типа, мол, да ты каши, типа, кукухой поехал, всякую такую, типа, дичь. А потом сам как бы с ним тусовался после этого, ну как бы... Ну и я, послушав чуваков, тоже как бы подумал, воу-воу, давай-ка никакого клипа, просто у нас есть трек, давай его доведём до ума и сольём. — Сейчас не жалеешь об этом? — Нет, почему? — Ну это, ну это, я считаю, это как наследие для русского хип-хопа. — Хотел ещё спросить про Chainsaw. Съёмки клипа же проходили в Кирове, да? — Да. — Можешь сказать вообще, как это было? Потому что клип реально целый фильм ужасов, такой слэшер, пиздатый. И насколько я знаю, вам помогал Шуля, да, со съёмками тогда? — Реже Шуля. — Да нет, Шуля просто, типа, он тогда ещё, не знаю, он уже вступил в династию или нет? Ну он сам, Шуля с Кирова. — Да, я знаю. — Ну, помогал он там нам, не знаю, чем. Он обкурился, словил бледного, ехал домой. — Я вот не знаю, можно об этом говорить или нет, но я слышал, что вы планируете в Кирове ещё один клип снять. — Bane был снят в Кирове. — Bane тоже был снят в Кирове? — Да, и ещё один клип снят в Кирове сейчас, который скоро выйдет. — Да-да-да. — Ты чё, Киров — это Голливуд? — А почему это Киров? — Буфа Атланта, Киров — Голливуд. — Потому что как раз-таки человек, который снял Chainsaw, это Эльдар Гараев. У него золотые руки, золотые глаза, золотые зубы. Вот, ну и типа он в натуре разёбывает. И типа не будем забывать, что это не столица. То есть там совсем другие цены на оборудование, на просто рабочую силу. И поэтому это... — Круто. — Гаундшифтинг. — Да, Chainsaw. Чё мы снимали? Chainsaw. Приехали. Мы, грубо говоря, вообще даже локации на ходу там искали. У нас не было такого, что у нас там вот есть... — Так у вас же там типа ферма? — Вот это дом. Какая ферма? Просто мы дом нашли на какой-то... Как эта тема называется? Турбаза, да, на турбазе. Да, мы просто приехали в лес, нам показывают, вот есть такой дом. Таким, ну хуй знает, вот такой дом. И всё, и мы типа уже вечером приехали туда снимать. — Можешь пролить немного света на то, что вот сейчас вы снимаете то, что... Следующий клип. Каким он будет? Будет ли там что-то особенное? Можем мне называть, что это такое? — Блин, он будет... Ну опять-таки он... Когда будет, тогда я уже и буду уверен в том, что я говорю сейчас, и могу предположить, что это будет очень типа трэш-муви. — Прям трэш-трэш? — Да. — Что там будет происходить? — Именно такой, знаешь, он... Именно в плане того, что я экранизировал, это будет самое трэшовое. Я буду рушить город. — Неплохо, неплохо. — Ну типа... Да, Кира. Реальный город. Ну типа... Действительно, мы построили город, и я его разрушил. — Круто. Круто. — Дим, ты долгое время занимался и занимаешься не только записью собственного материала, но также ты активно сводишь чужие треки. — Да. — Альбомы. А можешь сказать, типа, почему ты до сих пор этим занимаешься? Принесло ли тебе какой-то это опыт, возможно, и приносит ли это какую-то нормальную прибыль? — Ну вообще я начал сводить треки, когда понял, что мои треки, которые я записываю на студии, их нужно что-то с ними делать, а типа денег у меня не было. Я что-то пытался там сам типа подмучивать, типа посвести где-то надо было. Ну и постепенно типа прокачивался, и в какой-то момент просто мой знакомый из Уфы, Хардсноу, может быть вы слышали, был первым, кто типа попросил меня свести ему трек. Я такой, типа ну давай попробуй, для меня это было тоже как опыт, потому что до этого я сводил только свои треки. Типа свел, ему понравилось, и типа постепенно я начал типа обрастать клиентской базой. Ну и думаю, что в принципе пока я свожу чужие треки, я нарабатываю скилл типа, и поэтому вот я свел свой релиз последний хай-тек 2, и типа я очень доволен тем звуком, что там получилось. Приносит ли это деньги, приносит, но просто я не так типа часто этим занимаюсь, типа в плане как хобби. Не целыми днями сижу там свожу, а возьму чисто там в удовольствие посводить что-то. Ну вообще типа в планах у меня заняться студией в Уфе, типа и чисто для себя сначала сделать, чтобы писаться там самому, сводиться. Может быть потом уже прокачать до такого уровня, чтобы записывать кого-то или, ну опять-таки сводить треки. А когда ты начинал сводить свои треки, это какой год был? Год одиннадцатый, наверное. А, нифига. Я сводил. Это так давно было? И когда ты начинал это делать, у тебя получается не было никакого практически, да? Вообще никакого. Я всё типа методом проб и ошибок типа делал. И тебя никто не учил, то есть ты просто сам типа гайды всякие искал? Я даже гайды не считал, не знаю почему я этого не делал. Да ладно. Я учился тупо на своих ошибках. Респект. Это и есть хайтак. Я типа вот сейчас только иногда бывает, я посмотрю какой-нибудь видос на Ютюбе, типа татуариал по какой-то теме, но так в целом типа уже на ощупь всё делаю. А почему клип на Паста 2, из которого попал фильм Гоши Вишну, да, Янграша неизданная, почему он не вышел тогда, вот в ту эру? Тебе что-то у него не понравилось? Я не знаю, типа на самом деле я даже не видел этот типа клип. А, да ладно. Я увидел его только когда вышел вот этот уже типа клип, фильм про Янграшу. Ну что-то я просто говорил, типа Гоша, а чё там, к чему? Он такой, ну что-то типа так себе вышло, я такой, ну и ладно, хрен. Там вообще вроде свега бум, да? Да. И там вроде ещё один какой-то фары есть в клип, но он не пошёл туда. Да, он должен был, по-моему, это который, я кстати не помню, а есть какие-то вот, какой-то другой материал тех времён, который так же и остался типа неизданным? Я имею в виду не про треки, мне кажется треков-то дохуя осталось. Блин, по видосу типа глазами Янграши был Гоша Вишну, и вся Янграша, всё что там происходило лежит у него на ноуте. То есть мы не знаем, как бы мы этот путь прошли, и что из этого осталось как бы запечатлённым, мы не знаем. Ну смотри, Дима уже, наверное, помнит, как снимался клип просто, типа, знаешь, такие вот моменты, да. Мне интересно, как бы были, может, какие-то ещё клипы, ничего такого типа? У Айсика с Вега Бум. А, это мы снимали в Туре. Ну да, да. В Севастополе вроде, или как он? С Таврополь. Да, Севастополь. Ни пиеси, как с Вега Бум. Не, на самом деле, клип на пасту мы вообще очень спонтанно сняли. Это был какой-то второй раз, что ли, я в Москву когда приезжал, когда был первый концерт Саббата в Москве. Типа, был первый раз, чему, концерт в Москве. Я помню, это в клубе театр. Да, да, да. В маленьком зале, да, который. Да, и типа, я просто остался на один день, и у меня ребята говорят, давай снимем что-нибудь. Типа, мы собрали там, типа, моих друзей, так скажем, товарищей, и просто что-то поснимали, походили. Да там Ефим всё испортил, из-за этого клип не вышел. Нормально вроде всё было. Ну сейчас уже как бы ты смотришь на это, как на... Ну я смотрю, да, типа уже смотрел. На свои детские фотки такой, ну а хуй тут сделаешь как-то. Можете рассказать историю, короче, знакомства с Тёмочем? Короче, с Тёмочем? Как выяснилось, мы с ним были знакомы чуть раньше, чем я помню. То есть, ну, он помнит момент, когда мы были знакомы, и даже у нас там были какие-то, ну, дел. Он, ну как бы, я этого не помню. Для меня официальный момент знакомства с Тёмочем — это мы... Ну, я работал в то время на киностудии «Муха» в Уфе. Я делал 3D-анимацию для мультиков детских. Да, и, ну, типа, мы законтачили с Тёмочем, я чекнул его релиз «Допи». Ага. Вот, меня, типа, дико вкатил трек «100 из 10». Я помню. И, типа, я ему респектанул, но для меня, ну, как будто не знакомы ещё, но... Как выяснилось, нет. И вот, и чё-то там слово за слово, и он такой, типа, бля, вот, типа, нет бабок, ищу работу. А там, где я работал, там требовались, ну, типа, свежие, типа, челы, которые, ну, похуй, ничего не умеют. Ну, типа, там всему научат. Вот, да, я подтянул его туда, в итоге мы... У меня сделали, да, детские мультики. Смокали, типа, и начали писать дерьмо. У тебя получилось сейчас достаточно плотное сотрудничество с Lil Smuky. Ага. Вот, на мой взгляд, до этого, до того, как он с тобой коллаборировал, да, он у меня ассоциировался больше с трэп-музыкой, с Яниксом. Да, с Яниксом, типа, вот с такой вот движухой. А как так получилось, что вы настолько хорошо сработались, что вида, что high technology? И можешь подробнее описать анонсированный EP тоже с Lil Smuky? Ну, на самом деле, у меня тоже Lil Smuky ассоциировался с битами в стиле Яникса. Но так как Яникса я раньше, типа, слушал, мне реально... Ну, типа, нравились его треки, его продакшен, типа, на каких-то первых его релизах. И... Вот. И поэтому, типа, когда мне написал Lil Smuky сам первый раз, для меня это было, типа, как респект. А, типа, он тебе, да, изначально написал? Да, но это было тоже давно, довольно. Он мне присылал какие-то биты, но они, типа, мне не особо заходили. И вот этим летом он мне... мы с ним ещё раз писались, он мне начал засылать, типа, прям чуть не каждый день биты какие-то. И вот первый был... один из первых битов был, который... Да, если стал треком Вида, да, я написал очень быстро... Вида, охуенно! Очень быстро на него написал текст, прямо вот меня пропёрло. И он мне... он уловил, типа, эту волну, которая, типа, мне нужна, и начал мне присылать биты. Мы сейчас уже, короче, отобрали штук 15, наверное. Я не думаю, что, типа, все они войдут в этот EP, может быть, он встанет LP. Я понимаю, это будет прям большой EP, типа. Ну, я думаю, треков 8-10, типа, по-любому будет. Штуки 3 я уже написал. Просто как-то, не знаю, мы сошлись на любви к общим каким-то исполнителям. Типа, он очень любит Space Ghost Purp, и я, типа, тоже его люблю. И вот что-то такое, типа, мы находим точки соприкосновения. Он мне присылает биты, которые мне прям вообще идеально заходят. А что, он делает прям биты вот в таком стиле? В стиле SGP? Да, в том-то и прикол, что я не ожидал от него этого, потому что я знал... Ну, все знают его как битмейкера Яникса, но, на самом деле, он может делать какие-то... Мне кажется, он сам заебался, если честно. Ну да, типа, искать какие-то новые горизонты. Это прикольно. Что, Давид, успеешь куплет записать? Кому? А что значит успеешь? Как бы времени еще... Я бы послушал на битве с Муки вообще с удовольствием, на самом деле. Мне кажется, это был бы разъеб. Ну вот, кстати, с Муки, ну вот, после этого и со мной вышел на связь. Но мне что-то напрочь вообще ничего не заходит. Вообще не нравится? На вкус и цвет. На вкус и цвет. Фломастеры разные. Да. Дим, внутренняя кухня Саббат. Можешь сказать, что она из себя представляла? Как ты стал частью объединения, ну, в те времена еще? И что скажешь о происходящем с участниками сейчас? Чё ты прешься? Типа, тручная история. Почему ты стал... Почему ты в Саббате был? Потому что ты приехал в Москву, и они единственные, кто тебя вписали. Нет, они не вписали. Они просто скидывались, если ты приехал. Куда в этот? В... Блять, у меня из головы вылетело название. Тучкова. Да. Нет, вообще всё не так было. Ну ладно. Значит... Ну, всё началось с того, что, типа, ещё, когда только набирал обороты Янг Раша, я, типа, увидел, что есть такие чуваки в составе Янг Раша Саббат. Типа, я видел, что они где-то там выступали с зарождением династии, там, с фараоном в каких-то тусовках, типа. Ну, послушал там пару треков. Это какой был? 15-й? 15-й год, да. Я послушал там пару треков, где-то, ну, выкладывали у Кота, у Флады. Ну, типа, прикольно подумал. А потом они мне написали. Чуть ли не все там разом, короче, типа, ёлка. Потому что, на самом деле, особо тогда было немного народу, кто вообще, в принципе, делал такую музыку. Как бы ты с каждым новым хотел как-то пообщаться. Вот. Ну и вот, и мы сделали Фиц Флады первые, рождённые в пустоте. Потом, в итоге, как мы встретились с ними, когда я первый раз в жизни приехал в Москву, типа. У меня особо тут не было знакомых. Ну, то есть, типа, с кем-то я общался по инету, но это было прям вообще поверхностно. Вот. И мы встретились с Салуки. Типа, был мой первый кореш вообще в Москве, с которым я встретился. Он такой, вот, типа, чуваки с Гошей Вишну снимают, типа, клип Коту. Типа, поезжай к ним. Я поехал туда, даже не знал куда. Это на какой клип? Кот снимал клип на трек «Живот». Не-е-е. Какой слово? Это «Enzyme» вроде бы. Нет, это другой клип. Он не вышел. А-а. Я понял. Я там что-то через костёр прыгал. Нет-нет. Да, вот я про это тоже. Меня там вообще не было. Вот. Я приехал, просто приезжаю во двор, Гоша иду, типа, мне скинули адрес. Я смотрю, стоит Саббат в полном составе. Мне такие, йоу, как дела? Гош в нашем составе. Нет-нет-нет. Типа, мы пошли в какой-то, возле района, где жил Гоша. Там какой-то лес. Мы пошли туда, сняли клип. Потом, короче, мы что-то затусили. И, типа, они сами приехали из Тучкова, типа, в Москву. Им негде было остаться. И мне, типа, что-то тоже было негде остаться. В итоге что-то погуляли по Москве. Поехали в парк Горького, ночевали там. Это было до ещё, да? Это было до того, как... До концерта. До концерта. Да, ну, типа, мы много о чём говорили. Нашли, типа, общий язык. И спустя там какое-то время... Но это было до концерта, да, я так понимаю? Вот, который в театре вообще ждали. Задолго до. Ага. А что думаешь сейчас? Ну... Ну, типа, это был интересный опыт. Нет-нет, я имею в виду то, что сейчас происходит, скажем так, с участниками. То есть... Окей... Полная гречка происходит с ним. Ну, как бы... Со всеми прям... Достаточно сильно Флада сменил стиль. Кот тоже достаточно сильно сменил стиль. И... Я тоже... Ты уже не поддерживаешь, да, типа, ни с кем особо так это... Да, на самом деле поддерживаю. Поддерживаешь? И с котом? Ну, с котом мы давно не общались, но несколько дней назад я ходил на концерт Гонфада в Уфе, типа, он приезжал. Угу. И там был кот? Угу. Там был кот. Нет, там был... У всех нас я кота видел на дне рождения Лавсом Мамы. А, он там был? Ну, он, типа, случайно просто через решётку поздоровался. Я такой, кот, как дела? Он такой, да всё хорошо. Это всё, что я хотел услышать. Ты уже затрагивал эту тему в интервью The Flow. Но хотелось бы чуть поподробнее от вас вдвоём услышать об этом, о присоединении Booking Machine. Вот в тот момент вы реально были близки друг с другом, типа там, ну, релизы совместные, все дела. И то, что вы подписались на один лейбл одновременно, это понятно. Как вы воспринимали реакцию публики и преданных поклонников, которым это не нравилось, для которых это стало каким-то шоком, и которые говнились в комментах? Вы же по-любому это видели, вы по-любому это читали. Мне кажется, ну, я типа не помню этого так много, как ты говоришь. Просто, знаешь, есть такое, типа, заблуждение у некоторых людей. Я, ну, общаясь с какими-то своими, как бы, друзьями, объясняя им эту ситуацию, понял, что действительно люди так думают, что мы из этих, типа, объединений... А, ну ты да. Я... Что я из ДД, типа, меня переманили в букинг-машин. А это нихуя не так. То есть я, типа, был в ДД, ушел оттуда по своим соображениям, и, типа, там что-то в районе месяца я сам, как бы, ну, занимался собой. То есть я, ну, там, отвечал на какие-то сообщения на почте, там сам, ну, типа, подписывался на всякие прыжки за деньгами концерта, и все такое прочее. А потом уже, ну, типа, нас подтянули в БМ, и, в принципе... Мне кажется, просто стало для всех неожиданностью то, что, типа, такие разные какие-то вещи для меня, наверное... Ну, да. Для меня, наверное, больше, чем для остальных этой неожиданной системы. Аудитория разная очень. Мне кажется, у БМ и у ДД на тот момент, по крайней мере, очень была разная. Ну, не, само собой, ну, просто, знаешь, вот конкретно для меня, я, типа, не вижу БМ как какую-то, ну, типа, блядь, как группу какую-то. То есть это, ну, я считаю, это как в натуре какая-то, ну, рабочая машина, которая, ну, типа, занимается концертами, занимается какими-то, ну, промо-штуками, какими-то приколюхами. То есть там, ну, именно какого-то музыкального саппорта, я со стороны БМ, ну, типа, там, у них нет никаких не битмарей, я там, ну, особо-то и кроме... Ну, опять-таки, ограничений тоже, типа. Вообще нет. Ну, вот у меня, кстати, вопрос был, мне интересно, и я думаю, очень многим это интересно. Влияет ли как-то лейбл на то, что вы выпускаете? Типа, на вашу музыку, то есть? Вообще нет. Вообще никак. Да. Ну, вот мне кажется, это как раз главное, что, не знаю, шокировало, беспокоило поклонников, это то, что лейбл начнет диктовать вам какие-то условия, и, типа, вы после этого начнете записывать другую музыку. Нет, мы в такое не вписались. Базара ноль. Да и реальные чуваки, которые были за, типа, за какой-то наш рост, за то, чтобы мы, ну, типа, которые факуются с нашим узлом, я думаю, они ничего против не имели и знали, что если мы это делаем, это значит, так будет лучше для нашей музыки. Во благо. Смотри, коллаборацию с Husky, твою никто не ожидал, да? И как вообще произошло? Изначально хотел спросить вот так, что вы записали трек вместе, тоже, мне кажется, это достаточно интересно. Да, да, да. Мне очень понравилось, что сам трек, типа, отражает вот эту вот ситуацию в России, типа, то есть ТОП это, насколько я понимаю, современная Россия, вы провели, да, аналогию, и круто, что трек вышел, ну, чуть позже, чем после вот этой ситуации с Husky, типа, он как раз там говорит очень крутые строки про вот это вот всё. И мне интересно, как вы пришли к этому коллабу? Ну, во-первых, изначально у нас была идея о коллабе, но не было какой-то конкретной темы. Идея эта была до того, как с ним вся эта история приключилась. И, собственно, он, наверное, вдохновился, ей предложил вот что-то в этом стиле. Да и меня самого, как бы, эта история, ну, ничего себе, тронуло. Ну да. И мы раздули это дерьмо. Это Бейли продакшн? Кстати... Там прикол, что, типа, изначально трек мод, типа, с Грей Уолкера, был на этом бит, и типа, да, я его записал, и такой, типа, потом что-то съеду, слушаю, такой, думаю, блин, чё ты не то пальто? И Депо скидываю, он тоже такой, чё ты не то пальто? И я просто отправляю капеллу лаудом, и они, типа, уничтожают. Это заебись. Причём, он полет исправлен, да? Тихо, я... Дим, ещё вопрос такой, ты можешь искать подробнее о 0767 Crew? Ну, это моя команда... Райтеров. Ну, изначально это было граффити командой, там был я и мой кореш Синет. Потом, типа, к нам примкнули ещё ребята тоже с района. Впоследствии это просто стало, как, типа, названием нашей тусовочки. Потому что многие уже перестали рисовать. Ну, я, типа, сам тоже очень редко этим занимаюсь. Вот, ну и так. Ну, в то время, когда вы прям были активными, была популярна какая музыка? Чёрная экономика, да? Типа, рыночные отношения, а вот это... Можешь сказать, повлияли они на тебя как-то? Безусловно, повлияли. Я, причём, недавно, короче, переслушал альбом «Чёрной экономики», «Собаки лают», «Караван идёт». И, типа, я слушал его вот 10 лет назад ровно, когда я первый раз его скачал, послушал. Я слушал, ну, просто, типа, все слушают, и я слушаю. Типа, ну, прикольно. И сейчас, спустя вот 10 лет, типа, я переслушиваю его, и там вот всё совершенно, типа, иными красками играет, потому что я начинаю понимать всё, типа, о чём они говорят уже. Потому что они тогда были уже мужиками такими. Да, да, да. Вот эти мутки там, тыры-пыры, и... Мне ещё показалось, что Скалл, короче, альбом назывался «Саббат лает». Роман «Идиот». Ну, я очень много подобной музыки просто слушал. Там «Контейнер», «Полумягкий», «Жёлтая ледь». Вы слушали «When and When» новый альбом? Нет, я не люблю эту группу. А ты что слышал в то время, мне интересно? Виктора Цоя. Реально? Я вообще рэп, ну, да. Вообще, типа, вообще. Я больше отрицал. И ты слушал Цоя? Да. Реально, а что ещё? Ну, я по року, да, тяжеляк любил. И ты прям угарал по этому, да? Да. Ну, в смысле, там, классику. Эмштайн. В какой момент был, типа, вот этот, знаешь, переломный, что ты такой «Йоу, рэп, это пиздато». Это был класс. Наверное, восьмой. И у меня был кореш, который участвовал в баттлах, хип-хоп, на HipHop. Помнишь? Вот это, типа, шляпахи, там, какой-то одиннадцатый официальный, там, какой-то, блядь. Да-да-да, там треки записывались. И вот, да, и он мне как-то, как ни странно, поставил трек «Нойза МС». И типа, да, трек «Нойза МС» баттловый на финал был единственным треком, с которого у меня вот что-то надломилось, типа, я с рока, типа, стал ещё и воспринимать рэп. И забавно, что я, типа, когда год назад где-то я пересёкся с «Нойзом», типа, я был в мясо, и я ему сказал об этом, чел, я, типа, благодаря тебе начал слушать русский рэп. Бля, мужик, у меня «Нойза МС» — это первый русский рэпер, которого я стал слушать реально вот на серьёзке. Я ему просто зачитал его, ну, типа, там, часть куплета, который там пятнадцатилетний или скольки летней давности. Так он же реально охуенно валил. Ну, я понимаю, что это отчасти было вдохновлено «Эминимум», типа, но он там просто залетал на баттлы, типа, говорил чувакам, мол, я тебе лицо обосу, знаешь, типа, такая хуйня, типа, то, что сейчас боятся, мне кажется, уже делать, а он прям жесть реально творил на баттлах. Да нет, в том-то и дело, то, что как раз-таки тот трек, который меня приглянулся, там не было этой хуйни. А чё за трек? Бля, это «Финал», он был в «Финале», я не помню. Это… С «Дуней», что ли? Это было давно, касту ещё не знали даже в пределах Ростова, тогда ещё не переехал в Москву из Молдовы. Да, это пушка. Типа, мне никогда не нравилась какая-то грязь, когда, типа, кого-то жёстко обсирает суп на лицо. Типа, против Аркели, держись. Но меня, кстати, вот эти оффлайновые, типа, движения «Нойзи МС» больше нравились, чем он, типа, в интернете, как он, типа, приставил в электричке, типа, легендарный. Это уже вроде после. После чего? После баттла. Я помню, меня жёстко поразил, короче, тот момент, когда он задисил какого-то журналиста, я не помню, которого в итоге убили, по-моему. И там очень жёсткий, типа, диск, где он его просто жёстко поливает говном, и потом его убили, и он, типа, говорит такой, мол, ну, чуваки… Я всё правильно сделал, типа, я не отказываюсь от своих слов. Я помню, я слушал эти баттловые треки «Бабангиды». Бля, трек назывался что-то «Кто убил Николая…» Я не помню фамилию, он не слышал этот трек? Он, по-моему, его даже записал после смерти. Короче, я советую погуглить, потому что вот это реально… Это всегда как тот чел, типа, убил корешей в клипе, а не… Походу, на Западе тоже вдохновляются «Нойзи ММС». Смотри, вот «Втоп», о котором мы говорили раньше, и на «Грейвволкере» есть «Фоллэн», они же полностью отличаются, и мод, в принципе, они же полностью отличаются по настроению, по тексту, типа, ты делаешь какое-то разнообразие, это круто. И вот мне интересен как раз «Фоллэн», потому что это, по-моему, первый такой твой трек, который более откровенный какой-то, я не знаю, могу сказать, более личный, и можешь рассказать просто о процессе его написания. Да, в том-то и дело то, что, окей, там, кто-то что-то базарит про однообразность и хуй с ними. Все зависит от моего настроения, от моего состояния, в каком я пишу. И это говорит о какой-то стабильности в моей жизни. Да нет, ну, просто я не знаю, что на меня повлияло, когда я решил вот так вот… Ну «Фоллэн», он же более такой меланхоличный, такой достаточно… Ну да, я переехал в Санкт-Петербург. А это вот он… Можно после этого ползать. Да, у меня панорама моего вида из окна так впечатлила. Я не знаю, я не могу, типа, сказать тебе конкретно какое-то вот, ну, событие, которое меня на него вдохновило. Это просто какие-то накопившиеся мысли, накопившиеся просто скетчи. Угу. Еще вопрос о том релизе, который, возможно, не был вообще в задумке. Я не знаю, это релиз с «Фарой», вот я говорю про трек «Демоны», который слили под таким названием, да, типа уже… Причем… Ну, причем его не слили же. В смысле не слили? Его слили «Демоны» в итоге, а в студийке его же так не сливали, по-моему. В студийке? Ну, в плане, я имею в виду, в студийном качестве. А, да, на самом деле, это слитый, это ремикс от «Вайт Панка». Ага. Мы вообще записали на фришный бит, скачали с «Саундклауда» этот «Вирус-Антидот». А, да-да-да. Он что-то… Он «Боунс» делал там… Да-да, и мы просто залетели к нему, скачали, накидали там за… Ну, типа, на его бит было «Мясо», «Панк» уже там что-то типа с куплетом фары сделал непонятное. А я как чётко звучал, так и звучу. И вот. И я не знаю, кто его слил. И да, действительно, у нас типа с фарой на то время были мысли о том, чтобы накидать какой-то совместный релиз и пиху. Но… Ну так, я понял. Тогда один из самых главных вопросов… А ты, блядь, кто слил нахуй этот трек, сука, иди нахуй. Гори в аду. Демоны, блядь, не мог получше название придумать, блядь. Так его так и не слили же. В смысле, не слили? Но его же запостили на рифмах, на хуифмах. С чьей подачи? Важный вопрос. Я помню… Вот я начну так, смотри. Я помню первый концерт Глеба, фары ещё, «Грейврайт». Вот это был четырнадцатый год. Я тебя тогда, по-моему, первый раз встретил. Я такой подхожу, типа… Йо, Давид, когда Сотик, ты говоришь, в этом году. И потом в конце четырнадцатого года вышел «Бэнс». И там, я помню, я его такой качаю. Захожу типа в iTunes, в «Сведения о треке», и там написано «Альбом Black Box». Я такой думаю, нихуя интересно, типа. И в итоге потом как-то, знаешь, всё это, ну, сошло на нет. Просто интересно, какова судьба «Блэкбокса», почему он так и не вышел. И почему он так долго писался? А почему ты говоришь о нём «писался»? Может, он пишется до сих пор? Да нет, вообще изначально я «Блэкбокс» подписывал просто треки, которые никуда не пойдут. Просто чёрный ящик. Ну, потом, да, все как бы такие, о, когда «Блэкбокс», я такой, что? И, ну, типа, да, и действительно, ну, я подумал, ну, может, блять, «Блэкбокс». Но это, опять-таки, отбегая назад, ты вот, ну, сказал то, что ПК – это последний, и после этого, ну, мы типа… Ну, больше у нас сольный коррекция. Ну, по крайней мере, чё, ответ. Твет и так сольно двигается, типа, заебись. Я, в принципе, подумываю. О том, чтобы закончить альбом? Да. Но не факт, что он будет называться так. Ну да. Хотел ещё спросить у тебя про любовь к мотокроссу, вот «Кровавый спорт», конкретно клип. Ты реально, то есть, питаешь любовь к этому виду спорта? Так я придумал этот трек, когда жёстко размотался с моцика. А, да ладно? Типа, да, мне чуть нахуй не оторвало мизинец, у меня разъёбана была нога, вот гигантский шрам. И мы купили «Я», «Депо» и «Мацони». Вон там, блядь, я его ковырял. «Я», «Депо» и «Мацони» купили моцики и просто, типа, стали разъёбываться на них. Поэтому ты решил такой именно. Вот «Кровавый спорт», конкретно, изначально он задумывался о мотокроссе, да, как трек? Ну да. Так он мне пришёл, когда я упал с моцика и весь в кровище на этом же моцике ехал, ну типа, грубо говоря, до базы. Но клип заебатый получился очень крутой. Клип, да, мне вполне нравится. Йоу, парни, сегодня мы разыгрываем мерч Твета, который он недавно выпустил с брендом Dissident. И чтобы получить футболку из этого мерча, вам нужно составить куплет Давида Джимба на High Technology. Вы можете послушать этот трек, услышать его темп, услышать его бит и составить тот куплет, который так и не попал на этот трек. И победитель получит эту футболку. Респект! Раньше они, кстати, очень напоминали Dead Trips. Да, да, да. Но в один момент они, типа, в такой свой стилёг вышли, крутой. Мне кажется, их Продиджи ещё немного подадовали. Вдохновили? Не то, что вдохновили, они с Продиджи открытали тур. А, да ладно? Жене знал об этом. А как это? В прошлом году? Вроде предпоследний друг, вроде Жене. Прикольно. Да, на самом деле, сейчас такие неожиданные, типа, поездки в турах. Типа, я видел, Дэнзилл Кэрри едет с Биллианом. Вообще, да. Там пишут, представьте, толку 13-летним девчонкам, когда они услышат, типа, Дэнзилл. Сумо какое-нибудь, да, типа, чё-нибудь такое. Йоу, это Нести Шейк, это Fast Food Music. И сегодня мы подводим результаты розыгрыша из первых трёх выпусков Room Service. В первом выпуске, в котором участвовали Салуки и Лауд, побеждает пользователь с ником Вечеслав, который написал, что он бы очень хотел услышать коллаборацию Салуки с Альбиной Сексовой. Цитирую. Ебать, я бы многое отдал, чтобы услышать такой трек. По итогам конкурса второго выпуска, в котором участвовали Бульвар Депо и Биг Бэйби Тейп, выиграл пользователь с ником Rocket 115, Rocket 115. Он написал огромный комментарий и также написал, что сломал бедро прямо перед концертом Бульвара Депо, а поскольку ему разыгрывали трость, то она ему нужна. И последнее. По результатам розыгрыша третьего выпуска с Гонфладом и Glam Go Gang победила Элина Минахмедова. Она написала целый стих, целый куплет с разными панчлайнами совсем подряд, и поэтому именно ей достаются кастомизированные джинсы Гонфлада. Чтобы получить призы, вам просто нужно написать мне в личные сообщения. Это все. Спасибо за то, что смотрите Room Service. Продолжайте это делать, проявляйте активность, делитесь дальше больше. Субтитры сделал DimaTorzok